Здравствуйте, в эфире программа продвижения и рекламы, ее ведущие Татьяна Тармогина и Алена Арзамасцева. Здравствуйте, у нас в гостях Наталья Гилева, директор по маркетингу группы компании «Автомир». Здравствуйте. Мы попросим традиционно рассказать буквально несколько слов о вашей компании, о бизнесе, о его структуре, на кого он направлен, нацелен и потом перейдем уже непосредственно к маркетингу и продвижению. Компания «Автомир» у нас образовалась в 1993 году. В этом году мы начали продажи порядка нескольких десятков российских автомобилей. В 1994 году мы открыли первый автосалон, пока он был без названия, продажи достигли уже 100 автомобилей. И в 1995 году зарегистрировали торговый знак «Автомир» и под ним стали уже открывать дилерские центры в Москве. Я так понимаю, что вы одни из лидеров вообще автобизнеса, авторынка. Мы много лет подряд уже являемся лидером по продажам, в абсолютном выражении в штуках, по всей Российской Федерации. А сколько у вас салонов по России? Значит, мы сейчас имеем на сегодняшний день 45 дилерских центров. Из них 17 находятся в Москве, 2 находятся в Казахстане, скоро будет 3, остальные по России. Серьезно такое? Это крупный, очень крупный бизнес. Крупный автомобильный бизнес. Я так понимаю, что он представлен преимущественно марками среднего ценового сегмента. Совершенно верно. У нас в портфеле 21 бренд. Топ-10 из них является по России. Мы имеем его тоже в своем портфеле. Все марки среднего ценового сегмента. А я правильно понимаю, что плюс-минус вот этот портфель, он также представлен у других крупных автоигроков? Он представлен, может быть, не в таком миксе. У кого-то больше премиальных брендов. Вот, например, наши конкуренты Major и Rolf. Они имеют в своем портфеле тоже среднеценовые марки и имеют премиальные марки. За счет этого обороты этих компаний выше, чем у нас, хотя продажи у нас выше. Наташа, а я правильно понимаю, что автомобильный бизнес, он держит руку на пульсе вообще в принципе, да, ситуация экономическая, которая там происходит в России и в мире. И реагирует первым. Совершенно верно. И в этом есть определенные плюсы и минусы. Ну, как в любой кризисной ситуации, есть там свои возможности для какого-то развития, да, но есть свои опасности. Вот как вот в этом контексте маркетинга и продвижения работает? То есть как делать так, чтобы все-таки бизнес не пострадал, да, или какие решения нужно принимать, если в целом макро такую макро ситуацию обрисовать? Ну, у нас очень тесно связаны затраты на рекламу, собственно, с планами продаж. Если мы понимаем, что ситуация на рынке такова, что план, мы его не достигнем никогда и продажи падают, мы, собственно, сокращаем обязательно затраты на рекламу, чтобы чистая прибыль, она была в плюсе, а не в минусе. Потому что невозможно рекламировать, не получая дохода от продаж. А вот вы планируете, вот этот, например, этот текущий год вы планировали в прошлом, соответственно, правильно, по продажам? Когда были известны планы производителей, это конец того года, начало этого. Но вы уже предполагали, потому что, я так понимаю, сейчас есть определенная тенденция к падению рынка. Вот вы тогда уже предполагали это падение, продажи сделали, исходя из этого? Планы делали по продажам, исходя из прогнозов, да, что будет падение рынка. То есть вы на тот момент уже знали, что есть определенный риск падения? Ну вот график продаж, он повторяет, график продаж года кризисного, и по первому кварталу это очень видно, мы прям повторяем такую же линию и потихонечку вниз падаем. Но это означает, что, в общем-то, есть определенный такой, ну, если не совсем кризисный, да, контекст, но хотя бы уже около такой, да, около кризисный, что, наверное, подразумевает определенные такие специальные, специфические маркетинговые активации, или нет? Как вы в этой ситуации действуете? У нас в этой ситуации, вот еще раз повторю, что мы всегда привязываем свои затраты рекламные к продажам. Если мы сокращаем продажи, мы, собственно, сокращаем обязательно рекламные затраты. То есть удержательно у вас активности не меняются, меняются только затраты на них? У нас сокращаются затраты объема, объемы сокращаются, и все усилия, они направлены на оптимизацию рекламных затрат. Это не только прямое сокращение, но это усиление отдачи от вложенных средств. А какие вот, если вообще в категории такие must-have, такие обязательные, да, компоненты маркетингового продвижения, без которых, вне зависимости от того, кризис бюджета, с оптимизацией, там, сокращения, да, они нужны? Потому что потребители или категории без них вот не выживают. Ну, мы вот путем долгих экспериментов, мы определили для себя канал, это интернет. У нас порядка 85% бюджета идет в интернет. А какие именно активации в интернете? Это контекстная реклама в первую очередь и оптимизация сайтов, да, выдача в поиске. Мы туда тоже достаточно большое количество денег тратим. Чуть больше миллиона долларов в месяц на рекламу по всей компании. И вот 85% Москва тратит на интернет. То есть деньги, которые мы тратим на интернет, они существенные. А остальные инструменты, остальные инструменты? Есть требования у производителя, например, необходимо проводить клиентские мероприятия. То есть остальные деньги, они, в принципе, направлены на выполнение требований производителя. Часть, немножко по-другому распределены каналы продвижения по регионам, потому что там интернет не очень сильно развит, и там преимущественно где-то радио используют, где-то наружная реклама работает. Вот в регионах все, конечно, по-другому. А вот клиентские мероприятия, вы упомянули, что под ними подразумевается? Это может быть выездной тест-драйв, это может быть какой-то сервисный день для всей семьи, когда организуются мероприятия, приглашаются клиенты с детьми, для них устраивается какой-то праздник. Можем, например, пригласить какого-то сервисного специалиста, если это Volkswagen, например, из Германии. И вот я думаю, клиентам интересно послушать, позадавать ему вопросы. Это деятельность такая, активация, которая направлена на текущую клиентскую базу, правильно я понимаю? Да, на лояльность существующих клиентов. То есть все-таки все, что связано с лояльностью, ее поддержанием для автомобильного рынка, является высокой важностью, высоким приоритетом активности. Но мы считаем, что удержать клиента намного дешевле, чем завоевать нового. Поэтому своих клиентов мы очень любим. Мы их пытаемся удержать всеми инструментами, которыми мы возможны. А вот с точки зрения эффективности программ лояльности, вы как-то просчитывали, например, повторные продажи, которые там от данного первого клиента идут? Или какие-то там переходные продажи уже приведенные? У многих внедрена CRM-система, у нас внедрена такой инструмент, как воронка продаж, где учитывается общий трафик, контрактовка с этого трафика и так далее. И повторные покупки по CRM, благодаря тому, что он у нас есть и внедрен, мы, конечно, про своего клиента знаем все. Когда ему пора менять машину, пришел он к нам второй раз или не пришел к нам второй раз. Если он не пришел, мы можем как-то к нему позвонить и спросить, а, собственно, почему к нам не пришли, что случилось, что-то вас не устроило и так далее. Инструменты все есть, надо только этим заниматься. И это активность такой, да, все время в фазе? Абсолютно, да. Этот инструмент содержится. А какое количество человек у вас сейчас вот в этой базе находится? Так, порядок. Могу судить по... Новый год мы делали рассылку клиентам, поздравляли их с Новым годом. Выгрузка была только у клиентов, которые владеют карточками, я потом расскажу, что это такое, накопительными картами. Это было порядка 600 тысяч человек. Те клиенты, которые пока без карт, у нас остались... Ну, не могу пока сказать. Серьезно? Нет, конечно. А вот с карты, без карты, это какое деление, от чего оно зависит? Значит, зависит от того, у нас накопительная дисконтная программа, она заработала года два или три назад. Значит, каждый клиент, который у нас либо покупает машину, либо обслуживается на сервисе, получает карточку накопительную. За любой вид услуг ему копятся баллы. Это какой-то процент от заплаченной им суммы. Баллы равны, один балл равен рублю. Баллы копятся до определенного момента, и в какой-то момент времени человек может расплатиться именно баллами. За услугу или за покупку машины он может просто скидку получить на величину этих баллов. Но он их обналичить может только на ваши же услуги, правильно я понимаю? Если у вас каких-то кросс-программ, у вас нету, например, с кем-то еще, как та же малина там или... Нет, нет, нет. Только у нас есть. А у вас есть информация у каких-то вот ваших конкурентов? Есть подобная система? Потому что я вот на своем примере ориентируюсь, не буду называть своего дилера, но я регулярно делаю сервис, мне выдали карту, и скидка у меня составляет вот сервис там 15-17 тысяч, вот скидка 100 рублей. Да? Да, замечательно. Нет, я хочу сказать, что у нас вот этот инструмент, он есть только у единственных, и это действительно является таким конкурентным преимуществом по удержанию клиентов, потому что они копят там баллы, они очень редко развернутся, и идут к другому дилеру, потому что у них здесь лежат реальные деньги. Поэтому они чем больше у нас оставляют денег, тем больше у них копятся баллы, которыми они потом, собственно, могут расплатиться. Но вообще вот эта программа злояльности, которая построена на конвертации баллов в деньги, она, наверное, одна из наиболее эффективных. Да? Вот абсолютно точно соглашусь, потому что у нас вот процент людей, которые хотят получить эту карту с какими-то баллами, он велик, и мы используем вот это спецпредложение в своих коммуникациях. Очень много людей приходит не просто за какой-то скидкой, а именно за карты, на которые уже мы положили деньги, которые потом же они у нас и оставят. Ну, потому что и покупка, да, рациональные автомобили, это все-таки, как правило, тем более этого сегмента. И все, что связано с использованием каких-то дополнительных сервисов, это тоже рациональные такие вещи. Да, есть пока только у нас, поэтому мы вот всячески используем этот инструмент именно в рекламных коммуникациях, причем что мы денег-то не тратим вот в таком абсолютном выражении, как, например, на рекламу в интернете. Поэтому это очень удобно. А основной потребитель – это мужчина все-таки, наверное. Нет, у нас абсолютно разная целевая аудитория. Мужчина и женщина, да. Очень много женщин сейчас приходят за покупкой. И в паритете плюс-минус 50 на 50 или… 50 на 50. Вот нет какого-то такого перекоса. Но зависимости, наверное, от марки. Или в консюнерах в данной степени. Вы знаете, в линейке каждой марки есть… Она настолько сейчас широка. Вот если взять любую марку, что Volkswagen или Nissan или Hyundai, там машины есть для всех. Поэтому приходят все. Наташа, вот возвращаясь к инструментам продвижения. Мы проговорили про вашу уникальную CRM-систему. Да, вот это интересно. Есть какой-то еще инструментарий, который внедряете и делаете только вы или, допустим, в каком-то таком очень интересном ракурсе или выражении. И то, что вот работает в условиях это очень жесткого, такого вот рынка динамичного, где постоянно новые автомобили выходят, нужно постоянно с потребителем держать опять-таки руку на пульсе. Второй раз я это выражение употребляю. Еще мне интересно, вот те же ваши конкуренты, зная, что у вас такая эффективная CRM-система, почему они не копируют это? Ну, не могу сказать. Я знаю, что кто-то пробовал, у них не получилось, тоже не буду дилера называть, были попытки, не получилось внедрить эту систему. Это достаточно трудоемкий. Это не наша разработка, мы тоже ее копировали, но мы потратили года два на ее внедрение. Это очень серьезный ресурс человеческий нужен. Так вот все-таки возвращаясь к каким-то другим инструментарием, что еще работает? Вот я могу сказать, что работает только в отношении тех каналов, которые можно посчитать, и они прозрачны. Опять же, возвращаемся только к интернету. Мы оцениваем эффективность по каналам интернета. Сейчас запустили очень интересную такую вещь. Запустили только вчера, поэтому про эффективность пока не скажу ничего. Называется у нас акция «Приведи друга, получи бонус». Например, если я являюсь клиентом «Автомира», я захочу, чтобы вы стали клиентом «Автомира». Наташа, вот любопытная история. Мы обязательно к ней вернемся через несколько минут после рекламной паузы. Хорошо. Рекламная пауза. Здравствуйте. Мы снова в эфире. Программа «Продвижение рекламы» и ее ведущая Татьяна Тармагина и Алена Арзамастова. Еще раз здравствуйте. У нас в гостях Наталья Гилева, директор по маркетингу группы компании «Автомир». Здравствуйте. Наташа, мы закончили первую часть передачи на как раз представление еще одного, я так понимаю, довольно уникального вашего маркетингового продукта «Акции «Приведи друга». Расскажу, да, в чем уникальность. Тоже ни у кого еще это не внедрено. На сайте есть некая форма, где любой человек, который хочет получить бонусы на карту, вот про карту я вам уже рассказывала, да, человеку, который приведет к нам новому клиенту, мы предлагаем на эту карту еще 4 тысячи бонусов за то, что он просто к нам приведет друга. Значит, человек заполняет форму, что вот он хочет стать, он хочет поучаствовать в этой игре, он говорит, что да, я готов привести друга, и нам заявляет, что если вот друг придет, вы мне обещаете 4 тысячи бонусов. заполняет, потом приходит автоматическая ссылка, там все на программировании основано, автоматическая ссылка. Друг я делюсь этой ссылкой со всеми своими друзьями и говорю, друзья, я дарю вам купон, если вы придете в Автомир и станете клиентом Автомира. Значит, что я предлагаю тому человеку, которого хочу пригласить в Автомир? Я ему предлагаю единоразовые скидки, если он просто приедет, там 15, по-моему, процентов у нас на сервисы и 15% на запчасти, либо при покупке любого автомобиля мы просто дарим ему резину. То есть мы пытаемся его к себе завлечь таким образом. То есть условно у вас бенефицирует и тот человек, который приводит, и, собственно, сам новый клиент. Совершенно верно. Новый клиент, когда он к нам приходит либо за сервисом, либо за покупкой, он получает то, что мы ему обещали в этом купоне. Когда он все эти действия выполняет, деактивируется купон и приходит автоматическое удавление мне, что ваш друг пришел, стал клиентом Автомира, вы можете получить свой бонус. И мне на мою карту, на накопительную, падает 4000 дополнительных бонусов, которыми я потом могу расплатиться. Мне кажется, это не рациональная история, даже не рациональная, а целесообразная, потому что все-таки покупая автомобиль или воспользовавшись слугами сервиса, как правило, или выбирая этот или иной вид, ты идешь куда? Ну, собственно, к своему ближнему окружению, да, спрашивая, куда обратиться, где купить, а как у вас, да? Ну, то есть такое World of Mouth, сарафанное радио. Абсолютно. И плюс еще такой инструментарий, который одним выстрелом убивает двух зайцев. То есть вы и лояльность ваших текущих клиентов как-то вот бустите, да, вот какую-то такую пенетрацию улучшать, и привлекаете новых клиентов. Поэтому, да. Совершенно верно. Я вот хочу сказать, что в условиях как раз вот у нас такого предкризисного состояния, вот такие инструменты, они, ну, может быть, немножко сложные с технологической точки зрения, да, вот организации, но зато они ничего не стоят. То есть вот этот инструмент, вот эта платформа, которую мы внедрили на своем сайте, она, по сути, не требует никаких финансовых вложений. То есть люди просто делятся скидкой в социальных сетях, там, как угодно по почте. И мы таким образом привлекаем новых клиентов за, собственно, 0 рублей, 0 копеек. Ну, это же такой очень, мне нравится такой подход, такой смарт-маркетинг, да, который очень с точки зрения костов действительно оптимизирован, да, а с точки зрения эффективности очень высокий. Вы как приходите к этим решениям? Вы как-то внутри себя их разрабатываете? Вот я. Или заимствуете? Объясни, у нас генеральная вот стратегия у компании – это формирование и стабильное получение чистой прибыли. Поэтому все действия отдела маркетинга, отдела там логистики нацелены на то, чтобы оптимизировать затраты по любому виду деятельности, то есть получить максимальную отдачу. Вот пытаясь достигнуть вот этой цели, нам приходится изобретать вот такие вот вещи, чтобы позволить компании не уменьшать чистую прибыль. То есть мы пытаемся, стараемся не тратить, при этом не потеряв клиентов. Вот таким образом. Ну, наверное, все-таки на какие-нибудь там пиар-мероприятия, на имиджевые тратиться приходится? Не тратим. Нет, бренд «Автомир» не развиваем и не планируем развивать, потому что один раз уже пришли к решению, что вот сам бренд по себе «Автомир» – это не продукт, который хочет купить конечный клиент, на нем ездить, да, это просто бренд, и мы не тратим ни копейки. Как агрегатор позволяет, да, продоставить другие сервисы? На продвижение бренда не тратим. То есть это всегда продуктовые какие-то рекламные? Да, только маршиные предложения, где интегрирован, куда интегрирован, собственно, наш логотип, например, и все. А у вас ведь этот год такой знаковый. Я хотела сказать, что продвигай, не продвигай, а 20 лет компании все-таки. Да, ты обязывает, наверное, какие-то все-таки под брендом мероприятия провести. Ну, совершенно верно. Вот в 20 лет мы все-таки решили как-то это праздновать, разбив празднование на такие условно две части. Первая часть – это будет мероприятие, скорее всего, для прессы, для широкого освещения по всем регионам России. Скорее всего, это будет автопробег, вот мы сейчас это обсуждаем, по всем регионам, где присутствуют наши дилерские центры с какой-то интересной концепцией, где будут приглашены журналисты, московские и журналисты региональные. И вторая часть празднования, она будет нацелена на общение с нашими клиентами. Тоже формат пока неизвестен, но то, что клиент узнает, что нам 20 лет, получит от нас подарки, это будет абсолютно точно. А с журналистами у вас какая-то работа ведется, да? У нас есть пиар-отдел отдельный совершенно, он как раз занимается организацией автопробега и работа с журналистами. Потому что есть, наверное, какие-то бренды, такие вот вводные, в том числе по мероприятиям, по работе с журналистами, то, что необходимо для брендов делать. Да, у нас, вот расскажу, что каждый отдел, он занимается, если этот отдел находится в корпоративном центре, вот, собственно, где находится мой отдел, он занимается разработкой методологии стандартов того, как должны работать менеджера по рекламе каждой марки в интересах нашей компании. То есть менеджеры по рекламе, они интересы удовлетворяют производителя, выполняя стандарты производителя, и должны удовлетворять интересы той компании, в которой они работают. Центральные службы, они заточены под то, чтобы разрабатывать стандарты, по которым должны работать в интересах компании. Вот, собственно, пиар-служба, у нее тоже есть некие стандарты, которые она разработала, как должны менеджеры общаться с журналистами, по какому поводу, на какие темы и так далее, и так далее. А делаете ли вы какие-нибудь тест-драйвы? Делают каждые марки сами. Мы централизованно не делаем. У нас достаточно такая большая свобода у отделов рекламных по каждой марке. То есть в рамках своих бюджетов, в рамках требований производителя они проявляют любую активность, которую считают необходимой. А как у каждого центра дилерского есть свой соответственный бюджет и есть свой набор активации по брендам, которые они согласовывают непосредственно с представительством данного бренда? Совершенно верно. Вот таким образом матрица. А какой из регионов такой наиболее хитовый, если не брать на Москву-Питер, вот из всех остальных, какие регионы сейчас наиболее динамично развиваются, наиболее интересны в плане роста? Вообще регионы себя ведут. Динамика по регионам интересна. Вы знаете, вот у нас самый хитовый, как вы сказали, это почему-то Брянск. Наверное, очень много, во-первых, зависит от директора, который в данном регионе развивает сеть. Вот Брянск у нас прямо хитовый-хитовый. У нас там четыре дилерских центра, там постоянно активности, и мне кажется, Автомир в Брянске знает просто каждый. А вы вот сказали, что у вас в Москве 17, а все остальное это регионы, то есть это больше 20? 26. 26. 26. И вот динамика продаж или там динамика роста, какая сейчас в регионах? Она вот везде одинаковая, она идет на спад. И не в зависимости, да, Москва-регионы, она общая тенденция такая? Ну вот немного получше дела в Новокузнецке, вот там, где вот холодно, но пока там что-то получше. Во всех остальных регионах все то же самое. Наташа, а правильно я понимаю, что, учитывая, что все-таки ваши марки представляют в основном средний ценовой сегмент и низкоценовой сегмент, портфель продаж, он во многом состоит из кредитных каких-то предложений и сделок. Да, совершенно верно. У нас для клиентов есть 21 кредитное предложение. Он может, в принципе, выбрать любое себе условие, любой банк и так далее. Интересно вот в разрезе регионов, что, например, кредиты не нужны тем клиентам, которые живут на севере. Это связано, видимо, со спецификой работы, когда у них какая-то сезонная работа, они приезжают, зарабатывают деньги, тут же вот с таким мешком идут в автосалон и прямо покупают всю машину, уезжают. Да, там вот кредит у нас не очень, а во всех остальных регионах пользуются. А является ли вообще кредитное предложение неким таким сервисом для продуктов для продвижения? Или это довольно уже обыденная история? Знаете, обыденная история. Во-первых, есть очень многие предложения от самих производителей. У многих производителей есть собственные банки, которые предлагают, естественно, условия лучше, чем любой обычный банк. Поэтому каким-то уникальным, единственная возможность выбора. Вот то, что у нас 21 кредитная программа, это является неким конкурентным преимуществом, что можно купить у нас автомобиль в кредит, потому что такая широкая возможность выбора кредитов. А вы как-то с любыми банками работаете? Тойота-банк, у которых есть свой офис, свой отдел по маркетингу, свои какие-то кредитные продукты. Потому что я знаю, что популярна такая история, когда человек покупает автомобиль, допустим, Toyota Land Cruiser, достаточно дорогой. И это такой некий консюмерский лизинг, когда он оплачивает только проценты, делает, по-моему, какой-то даун-пеймент небольшой, а дальше плачет проценты, 15 тысяч, например, в месяц. И пользуется автомобилем, потом автомобиль возвращает. То есть некое такое уникальное предложение. Я таких не знаю историй. Да, я тоже не знала. На самом деле такое предложение есть. Но это, наверное, даже для Москвы актуально. Я думаю, что это для премиальных только брендов имеет смысл. И только Москва. Только Москва, потому что в Москве важно, на каком-то автомобиле ездишь. То есть человеку неважно, что этот автомобиль, по сути, не переходит в его собственность. Он только проценты погашает, но ездит, тем не менее, на хорошем автомобиле. Вот какая-то такая работа ведется с этими банками? Потому что их достаточно много. Вот не ведется точно. Я впервые от вас слышу, что такое возможно. Но собственных банков у вас при этом нет. Вы с кем-то сотрудничаете в основном, да? Да, у нас очень много банков, с которыми сотрудничаем. Своих собственных нет. А вот какие-то предложения сезонные? Наверняка же они у вас существуют и пользуются какой-то популярностью. По продаже? Зимние обычные. Я знаю, что зимой какие-нибудь всегда акции идут. Это, видимо, связано с тем, что есть необходимость как-то стоки. Конечно. Если это продажи, то очень многие клиенты, естественно, ждут зимы. Потому что понимают, что погоду выпуска автомобиля пора уже его снижать в цене. Или там начало следующего года. А какие уникальные у вас будут, вот много на самом деле уникальных вещей вы нам сегодня представили для рынка такого довольно устойчивого и прагматичного. А какие-то уникальные еще у вас будут интересные офферы в ближайшее время? Предложения по маркетингу, по продуктам, по сервисам? Знаете, мы так к ним детально подходим и плотно, и так долго их разрабатываем, чтобы они были недорогие. Ну, то есть ничего для нас не стоили, но работали. Поэтому мы внедрили пока эту систему. Сейчас подождем до конца года, проведем, посмотрим на аналитику, что там происходит, и уже будем думать над следующим. То есть мы так постепенно внедряем по чуть-чуть. В этом году вряд ли что-то будет. Но с точки зрения динамики, все-таки такой вот высокий сезон начинается ближе к концу года, да? То есть какие-то... Нет, у нас наблюдается сезонность именно весной. Это где-то вот март-апрель. То есть вот сейчас у вас довольно хороший сезон должен. Хороший, но он, собственно, по динамике все равно идет вниз. Да, да. И октябрь-ноябрь. Вот такой сезон покупательской активности, когда люди не те, которые ждут прямо скидок сумасшедших. Все те приходят в декабре. А именно просто вот автомобильный сезон, он такой. То есть под лето и под зиму. Да. Как правило. А потом уже какие-то предложения тоже связанные с новым годом и с реализацией стоковых. Ну вот зимой самая основная проблема у многих дилерских центров – это недозагрузка сервиса, потому что большие праздники, многие уезжают. И вот эти все месяца, январь-февраль, это, конечно, проблема для каждого дилерского центра. Но мы здесь нашли инструменты, чтобы загружать свои центры. Наташа, попросим буквально пару слов сказать уже в окончании нашей передачи, у нас довольно все быстро, к сожалению, нашим телезрителям, маркетологам и просто потребителям ваших продуктов. Какое-нибудь напутствие? Я, наверное, хочу пожелать каждому телезрителю, чтобы у него была цель, и он планомерно, детально и постепенно к ней шел. Потому что я считаю, что такой подход, он позволяет достичь любой цели. И вот, собственно, мы убедились на многих наших инструментах, которые мы все-таки внедрили. Я считаю, что это залог успеха. Большое вам спасибо. У нас в гостях была Наталья Гелева. А в эфире программа «Продвижение рекламы» и ее ведущие Татьяна Тармогина и Алена Розамастова. До свидания. Всего доброго.